Михаил Иосифович, скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали сегодня Владимиру Путину? Вы знаете, вот никогда в голову даже мне не приходил такой вопрос. Я бы пожелал, чтобы он завтра утром проснулся и подумал, кажется, на этой галере я уже наработал. По-моему, у меня там в одном банке, в глубоко далекой офшорной зоне, завалялось несколько ярдов долларов. Мне их на жизнь, похоже, хватит. Надо бы сесть в заранее заготовленный неправительственный самолет, взять заранее заготовленных полдюжины паспортов, улететь туда, по дороге сесть два раза, сменив самолеты, паспорта и билеты, и таким образом там тихо сидеть и доживать остаток своих дней в покое, безопасности, безо всей вот этой вот хренотени. Заметьте, я выступаю как необыкновенный гуманист. Скажите, пожалуйста, а Владимир Путин для России, он навсегда, он навечно, или Россия может пойти по другому пути после Путина? Во-первых, навечно не бывает ничего. Товарищи ученые склоняются к мнению, что наша Вселенная не навечно, Солнечная система тем более не навечно и так далее и тому подобное. Значит, имеется в виду только, как надолго. Уйдет ли он от власти завтра, через пять лет или через тридцать лет? Этого мы знать не можем, потому что сейчас все зависит от очень многих факторов. Очень многих. И происходящее сейчас в России – это только один из этих факторов. Поэтому строить подобные прогнозы, на мой взгляд, занятие просто бессмысленное. Я почему спрашиваю? Мы же понимаем с вами, что Сталина нет, но сталинизм процветает. Путинизм – это же просто проявление сталинизма фактически. Нет. Дело в том, что под сталинизмом мы понимаем некую конкретику, а в принципе это тоталитарный способ правления. Он возник в стариннейшие времена. Так, примерно четыре тысячи лет уж это насчитывает с гарантией. От времен египетских фараонов, которые правили две с половиной, как минимум, тысячи лет до нашей эры, со времен Хаммурапи, а Хаммурапи – это восемнадцатый век до нашей эры. Так что здесь Сталин – это одна из частностей. У нас здесь может идти речь о формах правления России. Что касается форм правления России, они изначально были жестко авторитарными. И скажу я вам, что державу таких размеров, состоящую из такого количества разных народов, живущих на своих исконных землях, можно держать вместе только тоталитарной властью. Таким образом, Россия в ее даже нынешних пределах, мы уж не говорим о Советском Союзе и предшествовавшей ему Российской империи еще чуть большего размера, с демократией несовместимы. Или будет Великая Россия с авторитарной, тоталитарной властью, или будет Демократическая Россия, рассыпавшаяся на ряд государств, а уже в них будет кто во что гораст. Из двух одно. Это не совмещается. Мы об этом поговорим позже, я обещаю вам, друзья мои, дорогие товарищи. Однако, самая важная новость минувших дней, Михаил Васильевич, это, конечно же, покушение на бывшего президента и, наверное, будущего президента США на Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Ну, 110-е годовщина говорила о принципе. И, конечно, слава богу, что этого не произошло. Слава богу, что действительно Трампа не убили. Я даже не представляю, что бы было тогда в Америке, если бы это случилось. Однако, как вы считаете, покушения на Трампа еще будут? Или попытка ликвидации его будет еще? Будут его пытаться убить? И здесь прогнозы абсолютно бессмысленны. Абсолютно. Вы знаете, я иногда прихожу в огромное раздражение от заполнивших Ютуб огромного количества пустоболтов, которые из года в год раздают прогнозы. Когда умрет Путин, когда развалится Россия, когда победит Украина, когда распадутся Соединенные Штаты и так далее, так далее. Вы знаете, у меня пустоболство вызывает бешенство со старинных времен. Со старинных – это так примерно с первого курса университета. Потому что то, что я себе представлял, как писать хорошо, думать хорошо и говорить хорошо, было. Ютуба выбрасывает все лишнее, что только можно выбросить. Из нынешнего Ютуба можно выбрасывать 95% всего, потому что в сухом остатке ничего не остается сплошь и рядом. Таким образом, будут ли покушения? То, что есть масса людей, которые хотели бы устроить покушение на Трампа, это абсолютно понятно. То, что его охрана на данный момент организована, слово «организована» не подходит, это вообще не охрана. Я об этом говорил на своем канале в отдельной передаче и говорил отнюдь не я один. То есть, это элементарная не охрана, это приглашение всем желающим пристрелить кандидатов в президенты. Вот просто приглашение. Приходите и стреляйте. Мы, ребята, вам не помешаем. Потом мы вас, может быть, убьем, чтобы концы в воду и никакого заговора. Но до того мы предоставим вам условия. А ненависть нагнеталась в таких объемах и с такой силой, что люди провоцировались, подготавливались, наускивались на то, чтобы Трампа убить. То есть, никогда не было в истории Соединенных Штатов, никогда, я не знаю вообще в истории, каких бы то ни было демократических выборов, чтобы глава государства, будь то президент или премьер, говорил, пора его остановить, кто, наконец, возьмет его на мушку. Русская на мушку – это англо-американская «бычий глаз». «Бычий глаз» – то есть яблочко-мишени. То есть, если бы это сказал не президент, а кто-то, между прочим, пора пристрелить Трампа, да пора пристрелить кого угодно, моего соседа. Он подлежит по законам США уголовной ответственности, как подстрекательство к убийству. Это, в принципе, наказуемо. А здесь – да ничего подобного. Почему это, отчего это, кто реально взял власть в Америке – это разговор отдельный. Но трудно сказать сейчас, будет ли изменено что-нибудь в охране. Возможно, принц тот самый, который создатель знаменитой частной компании «Блэк Уотер», который до хорошей знакомой Трампа, так или иначе поставит своих… Хотя он отошел от дела, но имеет, скажем так, достаточно влияние по-прежнему на свою ЧВК формально бывшую, чтобы обеспечить охрану Трампу. Потому что то, что было здесь, уже высказали все нормальные люди. Это не охрана. За это нужно всех увольнять и по увольнению под расследование, каким образом это могло быть допущено. Так что думает об этом большое количество населения. И это натравливание половины страны на другую началось с президента Обамы, с мерзавца Обамы. Есть большие сомнения в том, что он вообще родился на территории США и таким образом имеет право по конституции баллотироваться в президенты, потому что были представлены доказательства очень весомые, что у него поддельное свидетельство о рождении. Там указан госпиталь, которого на тот момент не существовало, и прочее, прочее, но все это было погашено. То есть именно Обама стал науськивать черных на белых, потому что к 2008 году в Америке все уже было несравненно спокойнее. Когда-то, знаете ли, в советской Украине жил человек, которого звали Феликс Кривен, который писал такие краткие миниатюры на историко-библейские сюжеты. И у него, среди прочего, было прекрасное. Каин убил Авеля и с тех пор говорил, берегите, дети, этот мир, за который отдал жизнь ваш дядя. Вот люди, левые США, которые раскалывают страну, натравливая одну половину на другую, кричат, Трамп расколол страну. То есть они делали все, чтобы устроить погромы, нетерпимость, мятежи, все что угодно. И говорят, смотрите, это Трамп расколол страну. Кстати, в Израиле происходит то же самое. Кстати, Украина тоже не вовсе лишена этого самого момента. Так что мы в Америке еще увидим разное интересное. Тем более, что большинство народа идиоты и в происходящих политических процессах не понимают вообще ничего. Кто им сильнее в голову вдолбить, тому они верят. Михаил Иосифович, очень много людей в Украине задаются одним вопросом. А чего ждать от Трампа, если он станет президентом? Многие боятся, если Трамп придет ко власти, как будто, знаете, первой каденции не было. Что очень странно. Знаю, слыхал, читал. Да. Чего ожидать, как вы считаете? Трамп и война. Трамп и Путин. Есть заявление. Есть выбор второго номера, да, Вэнса, кандидатом в вице-президенты. Чего, на ваш взгляд, ожидать вот на этом треке, на треке войны от Трампа? Понял. Я повторю еще раз. Дурак верит словам. Умный верит делам. Дураков подавляющее большинство. Умных мало. Из этих умных часть куплены, а часть преследует собственные интересы. Вот примерно так происходит расклад политических мнений в обществе. Вот перед вами стоят два кандидата на работу. Вот вы, руководители фирмы, института, предприятия, бригады. Каждый кладет перед вами характеристику. Предположим, она проверена особым отделом, она верная. Один из них был лжец, бездельник, замечен во взятках, замечен во лжи и так далее. Второй из них сделал в своей жизни то-то, то-то и то-то. Очевидно, любой руководитель возьмет того, у кого лучше послужной список. Чья характеристика лучше? Кто себя за предшествующую жизнь зарекомендовал лучшим работникам и более надежным человекам? И вот у Украины есть материал для сравнения. Есть вторая каденция Обамы, когда в 2014 году началось захват аннексия Крыма, Донбасса и прочее. Обама – президент, Байден – вице-президент, Украина – это курирование, ничего не сказали. То есть, несмотря на Будапештский меморандум, гарантии и территориальной неприкосновенности и так далее, ни хрена не сделали ни Обама, ни Байден. Они ничего не сказали о целостности Украины, они не встали поставлять летальное оружие, которое было необходимо, они отделывались сущности пустыми словами. Вот пришел Трамп, который неожиданно для кучи идиотов, каковы и составляли, скажем так, больше, чем половину так называемой интеллигенции, но, однако, меньше, чем половину простого народа Америки составляли идиоты. Вот пришел Трамп. Первое. Трамп сказал, что никогда Соединенные Штаты не признают Крым и вообще, какой бы то ни было пять, принадлежащие юридически по всем международным законам Украины земли, принадлежащие России. Это первое. Второе. Конгресс до этого уже дал летальное оружие Украине, но Обама наложил на него вето. Обама именно не дал. Трамп мгновенно снял это вето, и мгновенно дживелины, а за ним кое-что еще были поставлены. Без этих дживелинов никаких танков в феврале 22-го держать было бы нечем. Далее. Трамп увеличил очень сильно, втрое сначала, помощь Украине, материальную помощь. Далее. Трамп расширил добычу нефти, газа и их экспорт из США путем ряда законов и налоговых льгот. Цены опустились. Нефтяные доходы России уменьшились. И возможности чисто финансовой России воевать, в частности, с Россией уменьшились. Этот список можно продолжать достаточно долго. Трамп укоротил Россию в Сирии, когда на уровне командира рот и командира батальона, без всяких согласований с генералами, начальниками армии, главнокомандующими, как это делается, кретинами, не буду говорить в каких странах, была размолота батальонно-тактическая группа Вагнера. И стало тихо. И на российско-украинской линии соприкосновения стало тихо. И потери уменьшились 15-20 раз. И это потом Трамп сказал, что я ему сказал, что если ты сунешься, я ударю по Москве. А понимать можете, как хотите. Но разные кретины говорили, вы посмотрите, как он на него смотрел. Он же его слуга. То есть, вы понимаете, два года 20 прокуроров на 20 миллионов долларов комиссии Мюллера рыли российские следы Трампа, ничего не нарыли. Но разная КГБшная сволочь и сегодня продолжает говорить, что какие-то непонятные российские следы Трампа, что ложь полная. Так вот, как только ушел Трамп, как только произошла инаугурация Байдена, 21 января 2021 года произошел первый массированный обстрел Авдеевки. Свидетельство от тех, кто там жил. Их мгновенно вспыхнула война. И до масс кретинов, которые вызывают мое колоссальное раздражение и сильно отбивают у меня желание сочувствовать Украине. У массы кретинов не хватает мозгов понять, что если при Обаме было плохо, если при Байдене плохо, а при Трампе было спокойно и была помощь и не было войны, то Трамп – это гибель Украины. Я ненавижу кретинов. Я говорил много раз. Историей ничто не наказывается так жестоко, как глупость. И в данном случае, если российские СМИ, то есть украинские СМИ и украинская блогосфера оглупила украинский народ до состояния политического идиотизма, то мне жаль украинский народ, который очень жестоко заплатит за кретинизм и сволочизм своих производителей идеологических и политических установок. Вот что я вам скажу. Я только, друзья, добавлю, для того, чтобы вы понимали. Я тут не занимаюсь. Вы не наблюдаете мою точку зрения ни в коем случае. Я, да. Я хочу просто сказать, что в 2017 году я встречал самолет, ну, один из, с министром обороны тогда Мэттисом, который привозил первую партию Дживелина. Так что я могу подтвердить, что Трамп тогда первый президент, который отправил летальное оружие на территорию Украины. Это было право. Михаил Овсевич, мы сейчас продолжим, а вы, друзья, пожалуйста, подписывайтесь на все наши ютуб-площадки. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона на ютуб-канал Михаила Виллера. Оставляйте как можно больше лайков, комментариев под нашей беседой. Не забывайте, пожалуйста. Михаил Овсевич, страшный удар по Ахмадету, по детской больнице киевской. Страшный удар по киевскому частному роддому. И вот теперь абсолютно оголтелая, сумасшедшая Мария Захарова, спикер Российского Министерства иностранных дел, выходит и заявляет, украинцы хотят взять и взорвать сами для себя киевское водохранилище и Канинское водохранилище, чтобы затопить самих себя. Это что, на ваш взгляд, в исполнении Марии Захаровой и всех остальных? Здесь абсолютно нечего обсуждать, здесь всем всё совершенно понятно. Война эта была пронизана ложью с самого начала. Кто такая Мария Захарова, абсолютно понятно. Если она скажет, что дважды два – четыре, то нужно восемь раз перепроверить, действительно ли это четыре, если это сказала Захарова. То есть какой-то, понимаете, тотальный характер этой войны и бомбардировки городов и мирного населения, они продолжаются вот уже два с половиной года, здесь нет ничего нового, вообще ничего нового. Это только ещё одна деталь. Обсуждать здесь абсолютно нечего. И так всё ясно. На ваш взгляд, это повышение ставок? Ведь они же уже давно стали рассказывать почему-то о перемирии, о режиме прекращения огня, о стамбульских договорённостях вновь. Так, вы знаете, дайте я скажу одну вещь, чтобы не забыть и чтобы хватило времени. Главная проблема, в общем-то, главная проблема сегодняшнего дня – это формирование общественного мнения существующими СМИ всех родов. Понятно, что любые действия, любые политические процессы начинаются в головах. И начинается всё с формирования мыслей, с формирования идеологических установок. И вот здесь самая трудная вещь для понимания, каким образом люди, ну, вроде бы по всему умные, вроде бы по дипломам, по обучению, образованные, могут не видеть как раз, что дважды два-четыре. Например, могут не видеть, хотя это может не видеть только слепой, что в экаденцию Байдена во власти демократов и глубинного правительства Соединённые Штаты разваливаются, уничтожаются стремительно. И с ними уничтожается западный мир. Что все слова Западной Европы о том, что мы поможем, дадим оружие и прочее, достаточно бессильны. Потому что эти защитники себя охранить не могут. Потому что они продолжают допускать в себя миллионами и десятками миллионов нелегалов-мусульман, которые приезжают, совершенно не скрывая своих взглядов на то, что законы шариата, конечно, выше каких-то законов, каких-то временных государств. И, конечно, всё это должно быть халифатом. Половина этих нелегалов, этих взглядов придерживается даже открыто и неофициально.